Сегодня, имея немного времени, прискакала в лес. В моем телефоне рысочки практически закончились, поэтому на память о сегодняшнем дне буду снимать только самое-самое. И вот мой первый боровичок. Я сегодня гуляла в своем лесу, но зашла туда, куда обычно не ходила, а именно в ту часть, где начинается старый лес. И там нашла пару штук польских. На кадрах запечатлены последние минуты жизни моего ножика. Далее я его потеряла и собирать с грибы буду без него. А эти два красавчика с росшейся шляпкой оказались совершенно старыми. Брать я их не буду. Побродив пару минут по старому лесу, я вернулась в привычные для меня посадки. И тут меня ожидал вот этот красавчик. Так как ножика у меня уже нет, чистить мне его нечем. Только стараюсь слегка обломать корешок, чтобы не слишком много грязи заносить в корзинку. Отходить далеко не пришлось. Тут же увидела второго боровичка. Параллельно с боровичками моя корзинка наполняется молоденькими подберезовиками и шикарными лисичками. А тут я, сама того не ожидая, надыбала на целую семейку дубовых боровичков. Параллельно с боровичками. Сразу видно, что родственники из одного семейства. А здесь произошел облом. Бугарок, а в бугорке не боровичок. Итак, последний представитель данной шикарной семьи. Осмотрелась. На глаза больше никто не попадается. Явно я отправила в корзинку полностью все семейство. Чуть поодаль, на открытом пространстве, меня ожидал вот такой беленький, только уже другого вида. Темная шляпка и белая-белая ножка. Только когда монтировала видео, увидела, что у него в ножке сидел огромный дратяник. Рядом с щей-то порезанной ножкой боровика увидела бугорок. А там вот такой вот малюсенький карапуз. Правда, весь в желтом песке, но ничего, от этого хуже он не стал. Ой! И еще один представитель класса шикарных красавчиков. Ну, разве он не прелесть? Разве это не эталон? Но брать с собой я его передумала. Слышно было, что под оболочкой там нет живого места. Наконец-то в лесу появились самые красивые грибы. Красные мухоморы. Но мухоморами сыт не будешь. Так что ищу дальше боровички. И вот кто мне попался. Так неудобно без ножа. Хоть ты караул кричи. Возвращаться в старый лес и искать нож там тоже не хочется. Потому что старый лес пустой. Возможно, нож не найду. И время потеряю. А вот и еще одна бубочка для баночки. Очередная маленькая голова показалась среди березовых листьев. Но это была голова не боровичка, а сыроежки. Ближе к концу прогулки у меня стали попадаться экземпляры более элегантного века и более крупного размера. Гуляла я в воскресенье. Если честно, по приезду в лес машин было очень много. И порезанных грибов тоже было очень много. Особенно было порезано много боровиков взрослых, судя по размерам ноги. Мне моя сегодняшняя корзинка очень нравится. Не нравится только то, что они все мурзатые. Но нет ножа, нет гламура. Буду ковырять руками, с корешками. И очередной экземпляр в песке и с грязью, но очень красивый и плотненький, отправляется в мою корзину. Смотрела на свою корзинку, радовалась и думала, корзинка у меня маленькая, быстро наполняется. А если бы у меня был нож, насколько меньше было бы там грибов? Что бы там осталось, если бы я их сразу проверяла там на жителей? Стопая к машине, я надыбала еще вот на один такой шикарный экземплярчик. Шляпа темная, нога плотная. Красавчик! А самое приятное в моей сегодняшней прогулке, это то, что я нагулялась, грибов насобирала, эмоции получила. Но заниматься этими грибами дома мне не придется, потому что все мои находки любезно согласилась принять мама. Думала, что этот царь грибов сегодня последний у меня, но нет. Закончил сегодняшнюю мою прогулку вот этот толстопопый, молодой, красивый подосиновик. Сейчас заеду к родителям, спихну свое нагулиное добро и с отличным настроением поеду домой. Субтитры создавал DimaTorzok